В детских садах Константиновки в меню появились новые продукты. Благодаря закупкам через систему Прозорро, педагоги сэкономили средства и заключили прямые договоры с производителями. Еще неделю назад сыра, мяса и печени в дошкольных учреждениях города не было. Теперь завезли продукты, позволяющие разнообразить рацион и обеспечить полноценное питание. Котлетки мы делаем, делаем запеканочки, вот в пятницу запеканочка была, картошечка с мясом, варенички у нас. С мясом? Да, да, с куриным мясом, голубцы. На обед в детском саду суп, котлета, овощное рагу, а также лук, который дети с воспитателями вырастили на подоконнике. Я люблю борщ, гороховый суп, еще лук Никита мой тоже любит. Макароны, иклу, яичко. Рагу, кашу, макароны. А какая каша любимая? Гороховая. Я люблю больше всего рис, я люблю больше всего яйцо, кашу. Завезены кури, рыба, яйца, кисломолочная продукция. Багато у нас есть овощей. Бачите, как наши детки харчуются зараз. Або это ряженка, або кефир, або сыр, або запеканка у нас творога, с сыром. Або ленивые варенички, або вареники с сыром. Это присутствие каждого дня. Ситуация улучшилась с марта. В городском управлении образования говорят, это благодаря системе Прозорро. Электронные закупки сэкономили около 1 миллиона гривен. Десь приблизительно более миллиона гривен. У нас была закупивка продуктов где-то на 5 миллионов. Вот из этой суммы, наверное, миллион заощадленных денег. У нас раньше детей годували только курятиной и сосисками. Вот, сейчас мы пытаемся за счет этих заощадленных денег закупить рыбу. И, наконец, возможно, какое-то мясное мясо, говядина. Потому что раньше такого не закуповывалось. Потому что под час закупки заощаджений почти не было. Благодаря тендерам впервые заключили соглашение напрямую с производителями. Сегодня питание одного ребенка обходится в 15 гривен в день. Пока, пока.